Всем привет! У меня... А для тех, кто не знает, меня зовут Ника. А для тех, кто знает... I don't know. Не, ну вот представьте, вот живёт хомячок, вот живёт он, и всё у него прекрасно, и тут какие-то другие хомячки такие говорят, блин, нас типа уметают институционально, нам очень хуёво, нас убивают, насилуют. И он такой не говорит, типа, да, блин, это ужасно, давайте это изменим, это очень плохо. Он такой, да, ну, если вы не будете мои права защищать, то я не буду защищать ваши, и я продолжу вас насиловать, убивать, и буду критиковать все ваши попытки защищать свои права. Сегодня я записываю опять на телефон. Ладно, всем пофигу, на что я записываю. Наверняка многие из вас слышали такую штуку, как, но если феминизм за равенство, то почему он занимается только проблемами женщин? Почему он не занимается проблемами мужчин? Но феминизм ужасно любит гнать вот именно по этой теме. Типа, раз вы такие святые, что же вам посрать на наши проблемы? Вот давайте сегодня как раз об этом наконец поговорим, о том... Точнее, как наконец. Об этом тысячу раз все говорили, ну, я об этом поговорю. Вот есть общество. В обществе есть институты. Институты — это нормы и правила, которые существуют в обществе, которые все люди знают. И, например, семья — это институт. Или очередь — это тоже институт. Просто семья — это формальный институт, который на бумажке как бы закреплен. А очередь — это неформальный институт. И вот все общество — это куча-куча норм и правил о том, как нужно жить. И вот можно подумать, что в головах у людей просто полная каша, что мы вообще все супер уникальные снежинки. Но на самом деле это не так. Ну или не совсем так. Мы все растем в обществе. И мы все знаем, что там тротуар и дорога — это не одно и то же. Мы знаем, что в очереди нужно вставать за последним человеком. Мы можем нарушить принцип очереди, но мы будем понимать то, что мы нарушаем правила очереди. У нас у всех есть представление об обычности, необычности, о конформности, о бунтарстве. Мы все на нижнюю часть тела надеваем штаны или юбку или еще что-то. У нас есть список как бы вещей, которые мы можем одеть на нижнюю часть тела. Мы все закрываем за собой дверь в туалет. Вот почему мы закрываем за собой дверь в туалет? Мы не задумываемся вообще об этом, потому что это норма. Все, что мы делаем — это часть норм в обществе. И эти нормы можно изучать. Этим занимается социология. Вот, например, закрывание двери в туалет. Почему мы это делаем? Почему люди, например, когда-то не закрывают за собой дверь, а когда-то закрывают? Как они делят пространство на приватное и неприватное? Как они делят какие-то свои действия на публичные и на интимные? Почему пить воду не интимно, а мочеиспускание — это интимно? Почему нога — это не интимно, а грудь — это интимно? Почему в каком-то обществе грудь — это интимно, а в каком-то обществе грудь — это не интимно? Может быть, эти представления об интимности груди встроены в какую-то более большую систему представлений о, например, человеческих телах и о том, что тела разные, о том, что есть тела мужские и есть женские, Это дальше уже начинаются какие-то гендерные представления. К чему приводят эти представления? К закрыванию дверей в туалет или к чему-то большему? Например, к тому, что женщин там насилуют чаще или больше, или к тому, что мужчин больше умирают на войне. Вот все эти нормы и культуру, и общество, всё это можно изучать. Дальше уже с этой информацией можно тоже поступать по-разному. Можно сказать, о, есть норма, то, что темнокожие люди, типа, люди второго сорта. Ну ладно, тогда, наверное, в этом обществе просто так и есть. Ну или можно сказать, ну может быть, что-нибудь сделаем с этим. Информацией можно распоряжаться по-разному. Но информация эта есть, и её очень много, потому что как бы социологи без дела не сидят, и исследований дофига. Куча научных журналов просто пухнут. Пухнут от информации. Возвращаясь к представлениям. Вот в нашем обществе есть представления о мужчинах и женщинах. И, во-первых, у нас есть гендерная бинарность, то есть представление о том, что есть только мужчины и есть только женщины. И, во-вторых, у нас есть представление о том, что такое мужчина и что такое женщина. Что такое маскулинность, что такое феминность. Что такое идеальная женщина, что такое идеальный мужчина. И эти представления могут быть топорными. Например, женщина тупая и слабая, а мужчина сильный и умный. А могут быть более тонкими. Но суть в том, что эти представления есть. И маскулинность является признаком людей первого сорта. А феминность — это признак людей второго сорта Все, that's how it is in our society Если вам хочется идти куда-то за примерами, то далеко идти не надо Нужно просто посмотреть куда угодно Вот просто вытаскиваю из головы первое, что мне приходит в голову Мужчина-добытчик, женщина сидит дома и хранит очаг Мужчина-голова, женщина-шея Извиняюсь, это только два примера Мужчина что-то делает, женщина стоит красивая и руки не марает Мужчина-начальник, женщина-секретарша И эти штуки, они воспроизводятся, они существуют в умах И воспроизводятся просто столетиями подряд И уставаются с самого детства Все дети разные и уникальные Но если ребенок, которого общество определило как мальчика Ведет себя громко и такой весь он инициативный То его хвалят, потому что мальчики должны быть громкими и сильными И они могут пачкать коленки Потому что мальчики — это мальчики А если девочка будет себя так вести, точнее человек, которого общество определило как девочку То ей скажут, девочки должны быть скромными, тихими, красивыми, хомячок погас Ну и как бы, ты же девочка И не только родители пихают все эти штуки в своих детей Дети усваивают это отовсюду Это происходит в школе, в детском саду Дети усваивают это отовсюду Из книг, из фильмов, от знакомых От каких-то, не знаю, смотря на куклы и на игрушки В общем, серьезно, это отовсюду Потому что все мы живем в этом обществе Дети тоже и родители тоже Вот И когда эти дети вырастают То в разговорах о том, почему женщин мало в науке Они такие Ну, потому что у женщин женский мозг И тут феминизм такой приходит и говорит Наше общество основано на вот такой вот системе представлений о том Что феминность хуже маскулинности И существуют социальные группы Которые, как бы, удерживают власть И занимают, как бы, в этой стратификационной системе Высшее положение Поэтому имеют доступ к власти и ресурсам И они заинтересованы в том, чтобы поддерживать статус-кво И поддерживать эту систему представлений о феминности и маскулинности Которая, как бы, удержит их в этой крепкой позиции И есть социальные группы, которые находятся ниже в стратификационной системе И у них меньше доступа к ресурсам И вообще нет доступа к власти И они подвергаются институциональной дискриминации И вот эта система гендерных представлений работает против них Ну, и феминизм такой Давайте бороться против этой системы Вы знаете, эта система какая-то говняная и несправедливая И помогать тем, кому эта система делает хуже всего Вот всем этим угнетённым группам Против которых, на которых направлено всё это, блин Неституциональная дискриминация На основе феминности И вот представьте, вот хомяки Хомяки живут такие У них есть такое общество И всё прекрасно Но только есть, как бы, такие хомяки-альфачи Типа мужики Которые всех избивают Перегружают друг друга глотки И контролируют кормушки Они, типа, держат всё под контролем Они насилуют женщин Насилуют мужчин, которые похожи на женщин И насилуют хомяков, которые вообще вне этой бинарной дурацкой системы И тут хомяки-женщины такие Вы знаете, как бы, что за хуня? Давайте-ка мы будем бороться против этой системы Помогать тем хомякам, против которых она работает И этим занимается интерсекциональный феминизм Он защищает права цис-женщин Транс-женщин Транс-мужчин Людей, чья идентичность находится вне гендерной бинарности И людей, которые по каким-либо другим причинам Не вписываются в эту гендерную нормативность И хомяки Которые вот эти хомяки-альфачи И хомяки-лузеры Которые хотят быть хомяками-альфачами Они такие говорят Типа, эй, а чё это вы только свои права защищаете? Нас тоже угнетают, когда мы похожи на вас Кто будет нас защищать от самих себя? И первые хомяки такие долго на них так посмотрели И ничего не ответили Потому что ничего более глупого и нелогичного они не слышали Но потом один из них сказал Эй, блин, мы хотим бороться против этой дурацкой системы В которой вообще в первую очередь Агрессивность и альфачество Это признаки Ну, это штуки, которые как бы помогают тебе быть впереди И удерживать больше власти Мы хотим против этого бороться Типа, ты тоже можешь против этого бороться Да, наверное, немножко жаль Что мужчины страдают от тех вещей Которые делают их королями мира Но Я... Можно я сейчас свои права позащищаю? Я тебе никак не мешаю Феминизм вообще никак не нацелен на то Чтобы отнимать права и привилегии у мужчин Эту абсурдную мысль придумали мужчины Которые такие испугались Типа от того, что тут какие-то недолюди под названием женщины Проснулись и захотели защищать свои права Типа, о господи, что? Если у какого-то хомячка в кормушке вот столько У какого-то хомячка в кормушке вот столько Если вот этому хомячку наложить вот столько в кормушку Чтобы у них было поровну У этого в кормушке меньше еды не станет Почему это настолько сложная мысль, я не понимаю Итак, сухой остаток Целью феминизма является борьба с сексизмом И поддержка угнетенных групп Поддержкой прав угнетателей феминизм не занимается Но они могут этим заняться сами Почему им нужно при этом мешать другим людям защищать свои права Я не знаю Не, ну вот представьте Вот живет хомячок, вот живет он И все у него прекрасно И тут какие-то другие хомячки такие говорят Блин, нас типа угнетают институционально Нам очень хуёво Нас убивают, насилуют И он такой не говорит, типа, да, блин, это ужасно Давайте это изменим Это очень плохо Он такой, да, ну, если вы не будете мои права защищать То я не буду защищать ваши И я продолжу вас насиловать, убивать И буду критиковать все ваши попытки защищать свои права What? Надеюсь, я объяснила этот вопрос Хочу сказать еще Спасибо, что посмотрели мое видео Подписывайтесь на мой канал Что-нибудь еще делайте Подписывайтесь на мой паблик Там все обновления, всякие новости Куча всякого всего Всякого всего Всякого всего Она прям такая хлопковая Но более такая, ну, нежная довольно Вот так показать Я не знаю, как этот метод печати называется В общем, ну, классно Скоро, возможно, я с Сережей тоже сделаю коллекцию С своими футболками Так что stay tuned Не знаю, когда это делается Я же такая вся занятая на работе Покупайте эти футболки Они супер класс И Юля, и Ваня супер класс Все, до встречи в следующем видео Пока Продолжение следует...